Друзья, всем привет! В сегодняшнем подкасте хотел поговорить про самооценку. И сразу скажу, что, на мой взгляд, самооценка — это сумма чужих оценок. То есть очень часто у нас самооценка — это мама оценка, папа оценка, коллеги оценка, друзья оценка. То есть мне кажется, что если бы мы жили на необитаемом острове с самого начала и до конца своих дней, то такого понятия, как самооценка, его бы не было. Было бы просто самоощущение, самоидентификация. Но самооценка — это само по себе очень такое вредное понятие. Есть даже такая одноименная книга Альберта Эллиса, которая так и называется «Вредная самооценка». И мне идея этой книги во многом нравится. Суть заключается в том, что как только мы начинаем оценивать себя, мы тут же становимся необъективны. И самооценка — она субъективная. Вот здесь очень важно понимать, ваша самооценка — она больше для вас полезная или она больше вредная. То есть то, как вы сами себя ощущаете, это больше для вас полезно. То есть вы чувствуете прилив силы, энергии и большое желание свернуть горы и преуспеть в чем-то. Чувствуете себя достаточно хорошим. Или же самооценка скорее про то, что я не умеха, у меня что-то не получается, и я делаю что-то не так. Если говорить про когнитивно-поведенческую терапию, то, на мой взгляд, с термином самооценки очень близко такое искажение когнитивное, которое называется навешивание ярлыка. Вот заметьте, что когда мы что-то делаем, мы очень часто присваиваем это поведение себе. Ну то есть если мы что-то сделали хорошее, то мы можем сказать, ну я молодец. Если сделали что-то плохое, мы можем сказать, что я неудачник или я ужасно готовлю. В принципе, нет ничего плохого в этом. Ну, подумаешь, ты так рассуждаешь. Но проблема в том, что у многих людей, особенно для кого тема самооценка важна, я так думаю, что если вы включили прослушать этот подкаст, эта тема вам важна. У многих людей идет избирательное такое отношение к тем событиям, которые происходят, и позитивные события они себе не присваивают. Ну то есть это мне повезло, это потому что кто-то другой сделал что-то хорошее, помог мне, или люди были такие, просто ситуация так сложилась. А вот негативные какие-то ситуации мы присваиваем себе и говорим, что ну вот я не справился, я не смог. И проблема заключается в том, что когда человек много так делает, то есть избыточно присваивает себе негативные события, навешивая на себя ярлык, то это приводит к тому, что он в итоге чувствует падение внутреннего ресурса. Он не может что-то делать, или отказывается что-то делать, или очень сильно тревожится перед тем, как что-то делать, или очень сильно переживает, когда у него что-то не получилось. Одно дело, когда человек говорит, я допустил ошибку, и другое дело, когда человек говорит внутри себя, про себя, я есть ошибка. Согласитесь, это звучит по-разному внутри нашего сознания. И я вновь и вновь продолжаю говорить о том, что внутри нас идет диалог, и то, каким языком мы выражаемся внутри себя автоматически, это напрямую влияет на наше ум и настроение, на состояние, на наши эмоции. Поэтому вот это когнитивное искажение, когда мы навешиваем ярлык на себя, если мы что-то сделали неуспешно, оно контрпродуктивно. То есть никакой прикладной пользы от этого нет. Это не значит, что мы теперь говорим, что когда что-то пошло не так, мы начинаем говорить, что ну просто не повезло, начинаем как-то оправдываться. Нет. Здесь опять же, чему учат когнитивно-поведенческая терапия, это тому, чтобы максимально иметь реалистичный взгляд на вещи, не искаженный различными когнитивными искажениями. И какой же может быть реалистичный взгляд? Ну, например, у вас что-то не получилось, вы допустили ошибку, вы опоздали, например, на встречу, или вы что-то сделали не на 5 объективно, а на 4, да? То это не значит, что вы не пунктуальный, это не значит, что вы допустили какой-то не очень хороший сотрудник. Это значит, что вы опоздали, и это значит, что вы допустили ошибку. То есть чувствуете разницу? Я допустил ошибку, я ошибка. Я опоздал на встречу, и я не пунктуальный. Во втором случае, во вторых высказаниях, удар по эго будет гораздо сильнее. И, чтобы вы понимали, это напрямую сказывается на том, какие гормоны выбрасываются в кровь. Во втором случае это будет гораздо больше гормонов стресса, в частности, кортизола. И это может приводить в том числе и к выгоранию. Поэтому самооценка – это такая вещь очень скользкая. То есть, с одной стороны, мы все равно себя оцениваем, но в тот момент, когда вы какое-то определение к себе применяете, ну, например, да, я успешный в чем-то, или я неудачник в чем-то, помните, что здесь присутствует искажение, потому что тут вы сверхобобщаете весь свой опыт. И очень сложно сказать, я действительно такой или я не такой. И вот, я, знаете, привожу этот пример, чтобы было понятнее всегда на другом человеке. Вот представьте, это реальная ситуация. Мужчина военный. В мирное время новобранцы тренировались бросать боевую гранату, и кто-то из них бросил в окоп, где находился этот офицер военный. И этот офицер военный, он своим телом накрыл гранату, тем самым спас там нескольких рядовых, которые тоже находились в окопе. Но он сам погиб. Вот скажите мне, это хороший человек? Ну, первое, что бросается на ум, да, хороший. Но, допустим, мы узнаем про него нечто большее, что он очень часто выпивал, бил своих детей и жену. Скажите, это хороший человек? И вот здесь мы сталкиваемся с тем, что уже очень сложно сказать. А я вам привел всего два факта из его биографии. И мы должны с вами понимать, что в таких фактах в течение дня в нашей биографии случаются сотни разных мелких. Где-то кому-то сказали, на кого-то накричали, кому-то, наоборот, помогли бабушку перевлечь дорогу, да, где-то сорвались на своих детей, а где-то, наоборот, там, чужим детям помогли. Глобально, да, то есть очень многие могут события быть в течение дня. И мы пытаемся локально, по вырванному из контекста событию, навешивать на себя ярлык, оценивать себя по этому событию. И это приводит вот к таким американским горкам. Если мы что-то делаем хорошо, мы хорошие, если мы что-то делаем плохо, мы плохие. Что может быть альтернативой такому подходу, такой самооценке? Альтернативой может быть безусловное самопринятие. И это, наверное, очень сильно не в культуре нашей, в частности, русскоговорящей. Потому что, особенно в советские времена, нас очень плотно воспитывали, что хороший человек – это тот, кто делает хорошие поступки, плохой человек – это тот, кто делает плохие поступки. Но это не есть истина, потому что и плохой человек, условно, может совершить добрый поступок, да, вот как сейчас я в примере, да, привел. И хороший человек может совершить плохой поступок. Все мы знаем хроники новостей, где соседи какого-то маньяка говорили, ну, меньше всего я бы могла подумать или мог бы подумать про него, потому что это такой добродушный человек, такой отзывчивый, такой скромный. Поэтому мы должны понять, что само понятие самооценки, оно вредное, оно не дает нам, как правило, пользы. Пользу приносит нам безусловное самопринятие, такая, знаете, безусловная любовь к самому себя. Что это значит? Это значит, что вы такой, какой вы есть, по умолчанию окей, по умолчанию хороший. Это такая, знаете, презумпция невиновности. А у нас же наоборот очень часто действует презумпция виновности. То есть ты такой, какой ты есть, ты какой-то никчемный, ну, неважный, ненужный, и ты давай-ка будь добр своими добрыми поступками каждый день доказывать, что ты хороший. И вот мы просыпаемся очень часто с мыслью о том, что, неосознаваемой мыслью, о том, что мы звание, что я окей, что со мной все в порядке, должны как будто бы заслужить сами перед собой, доказать сами себе, ну, а часто еще и окружающим, да, если у нас такой нарциссический радикал развит, что с нами все в порядке, что мы хорошие. Но это часто очень приводит к неврозу, да. В итоге мы бежим очень часто за той морковкой, которая подвешена на удочку перед нами, и она бежит от нас с такой же скоростью, с которой мы за ней бежим и пытаемся догнать. И вот концепция безусловного самопринятия – это то, когда даже если я совершаю что-то не очень позитивное, допускаю ошибку, где-то опоздал на встречи, на кого-то накричал, кому-то сказал что-то обидное в порыве гнева, у нас есть пространство и возможность, чтобы принять себя с этим и сказать, что да, наверное, не стоило это делать. На этом объективно можно сказать, что это была ошибка. Но у меня все равно есть возможность принять себя. Это значит не навешивать ярлык о том, что я плохой, гадкий, невоспитанный или какой-то еще. Бороться со своим поведением, бороться со своими ошибками, становиться лучше версией себя, да, становиться в своем деле или в том, что для вас является значимым, ну, например, в воспитании детей, в отношениях с мужем, с женой, в своей профессии, на работе, становиться лучше в плане проявления себя, действий. Но внутри давать себе принятие и тому, который есть сейчас, и тому, который будет через год, через 10 лет, неважно, какие бы действия вы не совершали. Вот просто поймите эту идею. Она может быть для кого-то из вас будет очень непривычной, особенно тем из вас, кому с детства говорили, что если ты не ешь кашу, ты плохой, если ты приносишь пятерки, ты хороший. Ну и так далее по списку. Попробуйте почувствовать, что ваше поведение и личность – это не одно и то же. Вот попробуйте приоткрыть эту дверь свободы. Для кого-то эта свобода может быть пугающей. То есть, ага, что значит, я могу все, что угодно делать, и я буду хорошим? Да что вы такое говорите? Да? А может быть такое ощущение? Как так? То есть для кого-то это будет такой сильный сдвиг парадигмы, что внутренне будет даже тревога. Как так я буду отказываться от этой концепции, что я могу делать все, что угодно, и при этом я буду хорошим? Нет. Вы можете быть, как, знаете, любящий, заботливый родитель, который действительно любит безусловной любовью своего ребенка, даже если ребенок, ну не знаю, сотворил какие-то плохие дела, спился, скурился, наркоманился и даже убил кого-то, у родителя все равно будет безусловная любовь к ребенку, но он будет осуждать его поступок. Вот то же самое можете сделать и вы по отношению к самим себе. Безусловно, принимать себя со всеми своими, ну хочется сказать даже грехами, оплошностями, несовершенствами мы всегда будем несовершенны. Со всеми своими ошибками мы всегда будем допускать ошибки. Со всеми своими недостатками у нас всегда и у каждого есть недостатки. Но быть, знаете, такой заботливой фигурой родителя, любящей фигурой родителя по отношению к себе и при этом иметь вторую фигуру внутри себя взрослого, который скажет, слушай, ну давай подумаем, как мы в следующий раз в такой ситуации постараемся не допустить такую ошибку, постараемся сделать так, чтобы этого не повторилось. Я верю, что ты можешь, я верю, что ты справишься. И вот это такая, знаете, концепция самопринятия, знаете, в психотерапии это называется даже подход сострадания, ну мне не очень нравится, тут есть корень страдания, но так уж он переводится. Сопереживание, я бы сказал, это намного более бережное отношение к себе, чем концепция самооценки, потому что когда есть концепция самооценки, то как будто бы есть тот, кого оценивают, прям как в школе, выставляют пятерки, четверки, тройки, двойки, единицы, и есть тот, кто оценивает. И внутри мы постоянно боремся с тем внутренним критиком или цензором, или тем, кто выставляет оценки нам, как личности. Мы можем выставлять оценки своим поступком, и тогда это не будет так сильно влиять на нас, как на личность. Услышьте, я предлагаю сохранить критическое отношение к своим поступкам, но при этом снабдить это все любящей и заботливой позицией к себе, как к личности. Попробуйте поразмышлять на эту тему вслух, и, может быть, даже в комментариях поделиться своим мнением, насколько эта идея и концепция вам откликается и близка. Конечно же, это можно использовать и в воспитании своих детей. Я думаю, вы все наверняка знаете о том, что в гуманистическом подходе психологии все больше и больше говорится о том, что в том, в чем нуждаются взрослые люди, наши клиенты, психологов, и в том, в чем нуждаются дети, это, безусловно, любовь и принятие их как личности. И это, конечно, вызов. Любить ребенка, когда он кричит, когда он хамит, когда он врет, когда он приносит двойки из-за того, что сам же прогулял или не выучил что-то, дать в этот момент любовь, безусловно, это очень непросто, это вызов для каждого из нас. Но поверьте мне, что если у вас есть внутреннее принятие себя как личности, то у вас будет это проявляться и на других людей, будет внутреннее принятие других людей как личностей, но не принятие и даже, может быть, борьба с их поведением, отстаиванием своих границ и борьба с их поступками, если в этом вы увидите цель. Я бы хотел, чтобы вот эти подкасты и то, чем я с вами делюсь, было такой пространством и такой 15-минуткой для размышления о том, как я могу это попробовать встроить в свою жизнь или что-то, может быть, мне не подходит, а что-то я возьму обязательно, и это будет качественно изменять мою жизнь. Если то, что я вам рассказываю сегодня откликается, можете поставить плюс и поделиться своим мнением, дополнив все то, что я сегодня рассказал. Спасибо за внимание и успешной, удачной вам недели!